В Ненецком округе прошла встреча рабочей группы с пострадавшими при пожаре жителей дома номер 12 по улице Строителей в поселке Искателей. В ходе встречи, в которой приняли участие представители региональной и муниципальной власти, были озвучены меры поддержки и поэтапный план действия. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Анфиса Мерзоева проснулась ночью в 3 часа 50 минут от запаха гари. Так как рядом находится котельная, жительница не придала значения, пока не услышала панику соседей. Я услышала крики, шумы там, стучаться. У меня ребенок вскочил, их комната там ближе к этому месту, у меня самое дальнее получается. И она встала, побежала, я думала, она уже с простой не побежала. Она открывает, а там уже туман темный. Она говорит, мама, мы горим, пожар. Естественно, мы тут сначала в панике, все не знали. Мы побежали в дальнюю комнату, открыли форточку, потому что уже дышать было тяжело. И вот все это, то, что уже дали нам одеться, как были, выпрыгнули. Спасибо соседям, домах, людям, которые подбежали, нас помогали, когда мы выпрыгивали из окон. Ну, конечно, никому не пожелали, что пережили мы эту ночь сегодня. Ужас просто. Из-за того, что пришлось прыгать, дочь Анфисы Мирзоевой получила сильный ушиб ноги, от которого образовалась припухлость. Сейчас состояние здоровья девочки нормализуется. Вот она в шоком состоянии, наверное, не обратила внимания. А сейчас у нее нога пухла. Думала, у нее этот перелом перепугало сейчас. Но, слава богу, не подтвердился. Сейчас люди сказали, сильный ушиб. И, конечно, в шоке от всего этого. Напомню, рано утром, 28 октября, в рабочем поселке Искателей загорелся дом номер 12 по улице Строителей. По прибытии на место первого пожарного расчета установлено открытое горение чердачного помещения на площади 350 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Нинницкому округу. Всего в сгоревшем доме прописаны 89 человек. 22 из них – дети. Погибших нет. На данный момент жители расселены у родственников и знакомых, а также в гостинице. Говорится, действие будет следующее. Сейчас по дому будет администрация поселкова должна оперативно отработать по поводу признания дома ветхим аварийным, чтобы он попал в программу и чтобы попал в программу второго этапа. И правильно понимаешь? Чтобы оперативно можно было решить вопрос погиба. По предоставлению жилья, либо по компенсации. Соответственно, это уже будет следующий округ принимать решение по программе. А сейчас, чтобы была фактура, мы, наверное, попросим поселков администрацию это оперативно отработать, чтобы мы уже на своем уровне рассматривали решение вопроса. Для пострадавших будут организованы услуги по ускоренному оформлению необходимых документов. Оказана материальная помощь. Так, в частности, на территории Нинецкого округа из окружного бюджета предусмотрена единая компенсационная выплата в размере 100 тысяч рублей для собственников жилья. Остальным пострадавшим выплата размером 50 тысяч рублей на каждого из членов семьи для приобретения предметов первой необходимости. А также государственная социальная помощь. Также готовы принять людей, оказавшихся в сложной ситуации в комплексном центре социального обслуживания населения. Мы будем следить за развитием событий.